так ребята всем привет вы на канале ван дама и сейчас будем просматривать я думаю вы поняли на зевс индивид три боя три поединка подряд в последнем поединке оба даже сдались вот эта редкость и что хочу сказать морская карта вообще без шансов вообще вот вообще ноль шанс думаю объяснять и надо что викинги им будет все дела это все и так прекрасно знают так что это говорит клан приговор против ебс и g напарник у нас джилл ну давайте посмотрим в карта вихрь самый первый бой против этих ребят если кому то интересный могу показать реванш не реванш к бы 3 3 поединок основной который был а имя опять же на этой же карте после поражения мытка ну да я думаю это можно назвать реваншем просто морская карта обидно было то чтобы обидно там еще и дельтами пристанули неплохо подохерил если честно вайфа чик подвел верфи поставил торпедку тоже поставил ну из-за того кружочка который был по центру торпедную платформу не засчитала что она была построена на разверт но такое бывает думаю со многими такое был сбор ресурсов у нас идет такое себе противник тоже мороз развертый взял из-за того что кают не флой он нужно сказать не собрал то количество ресурсов которую он мог бы собрать напарничок мой тоже габы полина взяли возможно 60 процентов сопров больше взяла думаю так можете сказать ну просто карта неудобно и тут прихватить кай мальчика вообще можно на изях план на бой его хам как обычно и вообще как надо делать хотя бы на второй минуте койотика чтобы разведать противника и понять что он там творит напарник делает то же самое немножко запоздал с койотиком на самом деле вот это довольно таки опасно затем кают его тут и привет проверил холм может какой-то диверсант спрятался там фашист но не оказалось вот вижу какой-то непонятный типок на базе мы его не знаю расстреляли или нет тут дельта конфедерат статьи отправил сразу пять пехотинцев но он наверное не курсе и у меня вышка не флова я там пути по 7 по 8 апов она даже и трех пехотинцам не смогла бы расстрелить так что это нормально зеленый игрок у нас принимает решение выходить йогу зевса щит очень опасно самом деле в дальнейшем подохерил от того как он это быстро сделал очень впервые вижу что конфедерат развивается на равне сопротивленцев это большая редкость синий или синий самолетик летал тут вот дельта почему я отправил этого койотика на разбитку чтобы посмотреть улучшается ли вверх до викингу чтобы понять а то может быть такой нежданчик когда ты отвлекся на его хам тебе на базу приплывает буквально пять викингов и они с легкостью уничтожить уничтожит эту торпедную платформу али мою которая ничего толком не может сделать против викингов против этих самых посидом и просто-напросто уничтожить вам базу чертям собачьим вы даже ничего не сможете сделать указывает опыт тем временем седьмая минута есть уже ее хамчик моего напарника у меня тоже самое у меня его ру поменьше будет сзади джилл он не перекачь он обычный игрок даже я сравнение с ним перекачку если по ушкам учила там всего-навсего 15 ветка это на самом деле удивление на самом деле играть он хорошо получше чем я я это скрывать не буду играть он получше чем я но не но не намного но лучше так тут у нас нас встречает 4 зевса и один щит даже 5 дипсов когда у меня всего-навсего 4 ягуара и два дикобраза то есть понимаете до 2 химлеона и 4 ягуара то есть в конфедерата получилось так что не уж развитие лучше чем у меня но опять же когда ты встречаешь зевса щит то ни коем случае нельзя оставаться на одном месте потому что это имба просто-напросто расцеляет вас флам вы ничего не сможете сделать так как я вам говорю по опыту сразу кучу баку мана чтобы противник растерялся высоте егорчик потерял не до контроль тару щит подъехал пытаемся как-то атаковать так сказать чай пусть бустеры противник бомбит вот и егора заметил пытается туда выстрелить но я сменил местность три егора полудохлых пытается расстрелять узкий проход но я решаю принимаю решение отступать когда те времени мой напарник атакует синего игрока это индивид неплохое решение но опять же зевса щит хоть егор 24 ранга он не способен это убивать вот уже тот появился неплохо в принципе плохой тайминг и на что активной ох ты смотрите какая армия то три завода сипсов и один или два спец вот мы его хамчик катается при пытаясь принимать бой и не ну это то чтобы принять бой это было сделано для того чтобы зеленый игрок выдумался на свою базу мой напарник пытался его прихватить теперь принимаем решение вдвоем его давить смотрите какая имба сколько-то зевсов наверно штук 20 моя хамчик он такой как вам сказать более как ну так как отвлекающий а вот основной его хам моего напарника вот пытаемся с двух сторон давить самом деле очень смешно получается но что-то то и что-то и пробивается мой напарник тоже скилл видно что блин три тумана врубил ему пофиг туры бомбят мимо ну индивидуум он такой мазила грубо говоря ну попасть тоже трудно не понимаешь куда ты туман будет ехать ну при угадать принципе можно вот тут щиток у нас спрятался пытался уйти мы его расстрелять мой напарник под мои туманы за заехал да и тут будет хороший удар турами три счета отправил вперед одного потерял мой доказ двигается а тут непонятное решение было куда мне отправлять свою армию я отправился да вот и как раз по туры попал жесткая была раздача я потерял практически армию тумана сохранились но проблемка была в том что вот остальные литары и добили тут туман да и вот до заказ мы перебили но те временем моего напарника я старой туман он с легкостью уничтожит до заказ который был на базе попытка сделать циклона ну не понимаю зачем если противника нет верта этих самых самолетов просто бесполезно делает циклоны вообще бесполезно даже не ракета ну он вообще вот данной ситуации был не эффективен теряемой его хамчик пробивает напарник противника даже и аллигатора сделал чтобы противнику не оставить ни единого шанса тем временем синий уже готовый зеленый что-то еще сопротивлялся но это уже бесполезно так же ребята такой поединок против игроков из клана приговор напоминаю приговор сережка и индивид всем спасибо за просмотр ставьте свои сберской лайки и пишите мнение свое в комментарии хотите ли вы увидеть вот этот вот бой или нет всем пока